Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня у нас очень интересная тема на канале. Я хочу вам рассказать о почте Германии. До недавнего времени, но лет пять назад в каждом населенном пункте было свое почтовое отделение. Такой домик, в который вы всегда могли прийти, получить свою посылку, отправить свою посылку, отправить письмо, купить конверты, ну и путствующие марки, конверты, открытки. Все, что могли продавать на почте. Но с каких-то пор у нас почты позакрывали. Вместо этого почтового домика или почтового отделения открыли пункты приема корреспонденции и во многих супермаркетах. Сейчас, в данный момент, мы пользуемся такими пунктами. Но нареканий к работе почты или ДХЛ у меня нет, поэтому сегодня я обратилась в один из этих пунктов с таким вопросом. Принимают ли они посылки в Россию, Украину и Казахстан? Мне ответили, что нет. В данный момент посылки в Россию, Казахстан, Белоруссию, Украину не принимают. Но дали мне информацию, вот такую. И я, конечно, поработала с этим и могу вам рассказать, что же стоят посылки в данный момент, если их начнут принимать. Вот. Нужно сказать, что Россия относится к четвертому классу... А, к четвертой зоне. Казахстан к шестой, а Беларусь и Украина к третьей зоне. По зонам и идут цены за услуги, за посылки. Вот. Если вы будете отправлять посылку в Украину или Беларусь, это третья зона. И там цены такие. До пяти килограмм стоит 31.99, до десяти килограмм 39.99, до двадцати килограмм 54.90, и до тридцати одного с половиной килограмма 61.99. Вот такая цена отправки посылки на Украину или Беларусь. Если вы отправите 10 килограмм 900 грамм, будете платить как за 20 килограмм. Поэтому взвешивайте посылки дома. В России до 5 килограмм 32,99. До 10 килограмм 39,99. До 20 килограмм 56,99. И до 31,5 килограмм 63,99. Это четвертая зона. Казахстан относится к шестой зоне. И стоимость посылок до 5 килограмм 39,99. До 10 килограмм 53,99. До 20 килограмм 73,99. И до 31,5 килограмм 99,99. В общем, 100 евро. Если вы отправите посылку больше 20 килограмм, хоть на немножечко, вы уплотите 100 евро. Вот такие цены через услуги почты в Германии. Ну, уже несколько лет я пользуюсь услугами банковского пакетдинств. Я доставкой посылок моих в Казахстан очень довольна. С ними я отправляла и в Россию. В Россию они принимают по тем же ценам, что и в Казахстан. Вот, сейчас мы посмотрим цены. Я им сегодня позвонила, чтобы, ну, чтобы моя информация не была уже устаревшей. Вот, и сейчас я вам покажу, какие цены у банковского пакетдинства. Ну, вот, сейчас перед вашими глазами цены и реквизиты банковского пакетдинства. Вот, что хочу сказать, что Россия, Киргизия, Казахстан идет по одной цене 3,39 за килограмм веса. Кроме того, что они берут 3,39 за килограмм, они берут еще 10 евро за обработку. Что входит в эту обработку? Во-первых, банковский забирает посылку у вас дома. Что идет дальше, не знаю, но 3,39 стоит килограмм. Вот эти Россия, Киргизия, Казахстан. Украина стоит 2,99. Вот здесь есть написано обработка посылки 10. Что они еще пишут? Доставка от 2 до 4 недель. Это действительно так. Прием посылок до 20 каждого месяца. В первых числах они не принимают сейчас посылки. Они начинают принимать где-то от 15 числа и до 20. Отправка в конце каждого месяца. От 20 и до конца месяца они отправляют свои машины. Сколько я отправляла с ними свои посылки, я довольна. Потому что они приходят до 10 числа от силы 12-13 уже к своему получателю. Те люди, которые развозят посылки, очень приятные. Так мне говорят или передают из Казахстана. Что еще я вам должна дать? Я сейчас вам покажу телефон. Почтальон, а вот он, видите, по которому можно позвонить в Банковский и заказать, чтобы вашу посылку забрали у вас дома. Но вам придется ждать почтальона, который приедет за вашей посылкой и который у вас ее заберет. Вместо ноля, если вы не проживаете в Германии, вместо ноля нужно поставить плюс 49. Вот. Это телефон банковского пакетинста. Вот оно на экране у вас. Вот он. Списывайте, кому удобно. Вот. Никаких нареканий у меня к ним нет. Я довольна. Я даже не всегда успеваю заплатить за посылку. А посылка уже в этот момент дошла. Я не всегда просто вовремя получаю оплату или счета для оплаты своих посылок. А вот тут уже не вина банковского. Тут вина уже немецкой почты. Там есть кое-какие неприятные моменты. Вот еще раз. Это телефон, по которому можете позвонить, заказать на дом, чтобы у вас забрали посылку и отправить ее в Казахстан и так далее. Вот это их правило, по которым работает банковский пакет динст. А вот их адрес и так далее. Электронный адрес и почтовый адрес. Вы можете это у себя записать и пользоваться. Поэтому я показываю немножко дольше. Что я еще хочу сказать. Ни для кого не секрет, что я отправляю посылки маленьким малышам в Казахстан. Эти малыши, девочке 2 года, а мальчику 5 лет. Информация о этой семье ко мне пришла через православную церковь. И я подумала, что мои внуки как раз на год старше. И так я договорилась со своей дочерью. Ей все равно, кому отдавать свои вещи в Красный Крест или отдать их мне, чтобы я их отправила. И она теперь привозит мне вещи своих малышей, а я их отправляю дальше в Казахстан. Почему я снимаю об этом ролике? Не потому, чтобы похвастаться. Нет. Вы просто неправильно меня понимаете. Те, кто пишут это. Я хочу привлечь внимание милосердных людей к таким людям, которые действительно нуждаются. Совсем забыла показать вам, что вес посылки принимают от 8 до 30 килограмм, в Россию до 20 килограмм. И что они пишут? Ценные письма и документы в Россию и Украину не принимаются. Посылки должны быть упакованы в плотный картон не более 100 на 50 на 50. Вот такие ограничения есть по посылкам. Поэтому вот сейчас я должна это обязательно вам добавить. И еще все цены я повторю под видиком в информации. Да, я хочу привлечь ваше внимание к таким семьям, которые нуждаются. И я знаю, что много людей, которые действительно отзывчивые и откликаются на мой призыв. Огромное им спасибо, низкий поклон. Так уже получилось, что в этом году, когда я отправляла посылки и попросила вас поучаствовать, как раз началась вот эта... Неразбериха скажу во всех странах. Что-то где-то перекрыли, что-то... В общем, не хочу об этом говорить, даже потому что это меня угнетает и мне это не нравится. Но никуда от этого не денешься. Мы с этим живем и мы с этим будем жить до тех пор, пока это все прекратится. И чем быстрее это прекратится, тем больше радости будет нам с вами. Вот. Я же вам не рассказываю о тех посылках, которые я отправляю своим друзьям, своим родственникам. Я их не показываю, потому что это мои приватные личные дела. Хочу посылаю, а хочу нет. Вот. А тут... Вот эта семья... Многие мои подписчики не знают этого, но скажу еще раз, что... Больше всех достается бабушке. Бабушка еще не старая, она не пенсионерка. Но так получилось, что к ней на руки свалились двое внуков маленьких. И дочь инвалид. Инвалид стопроцентный, если не сто пятьдесят процентов. Эту молодую женщину избил муж. Избил так. Он, видимо, ее так хорошенько долбанул, что у нее обрушились кости черепа. Она очень долго пролежала в коме, в больнице. Но, видимо, Бог все-таки оставил ее жить дальше. Вот. И она теперь... Мама ухаживает за ней. Маме пришлось бросить работу. Вот сейчас уже оформлены опекунски на детей. И Настя, она получает инвалидные. Было то время, когда я начала посылать. Первое, что я послала, деньги. А потом я начала отправлять вещи. Вот. Моих внуков. Одежду. Одежду, обувь. Вот. И поэтому в тот период времени у нее им не на что было жить. И вот тогда священник православной церкви обратился к своим прихожанам с просьбой помочь, чем можете. Вот. И вот тогда и рассказала мне об этой семье моя подруга. Я уже говорила, что прямой связи у меня с этой семьей нет не потому, что я... что у меня нет телефона. Мне просто не хочется их еще больше нагружать. Не хочется, чтобы люди ну, благодарили. Я считаю, что я очень рада, что могу помочь. Очень рада. Вот. И буду продолжать до тех пор, пока смогу. Отправляя эти посылки, вы не думайте, что это мне так дешево обходится. Потому что вот этот раз я отправила около 30 килограмм. Посчитать можете сами. Мне это тоже не дешево, не дешево обходится. Но это приносит мне моральное удовлетворение. и приносит в ней уверенность в том, что я хоть чем-то могу быть полезной. Ну, вот. Как-то так. Сегодня я вам рассказала о том, как устроена почта в Германии. Когда мы приехали, было лучше, дешевле. Вот. Ну, пока меня это все устраивает. Я отправляла, так и буду отправлять два раза в год. Это сезонные вещи деткам. Я обязательно покупаю им сладости. Ну, к Новому году, конечно, побольше. В такие дни поменьше. Но хочу сказать, что бабушка уже на грани. Она настолько устала. у нее есть еще дочь, младшая дочь, которая еще учится в школе. Вот. И сейчас уже материальное положение этой семьи, конечно, не на высоком уровне, но хотя бы у них есть деньги на хлеб. Вот. А там еще хотелось бы, конечно, чтобы кто-то пришел и помог просто физически. Где-то, может быть, погулять с детьми. Где-то погулять с Настей. Потому что Настя, она начала говорить, но она только повторяет то, что ей скажут. Вот ее спрашивают, Настя хочет кушать? Она повторяет, Настя хочет кушать. Она ничего не может от себя сказать. детьми. Ну, это то, что мне рассказывает моя подруга. Ну, вот как-то так, мои хорошие. Вот сегодня такая тема посылки, отправка. Каким образом я отправляю свои посылки? Как работает почта в Германии? Вот банковский пакет если вы отправите 10 килограмм, вам это войдется в 43. Ну, если 3,39 за килограмм, сейчас посмотрю внимательно, 3,39 за килограмм плюс 10 за обработку. Это получится 33,90 в 43,90. Смотрим. В Россию 39,99 в Казахстан 53,99. Ну, вот мне, например, отправить звонковским в Казахстан обходится 10 килограмм на 10 евро дешевле. Так что я буду с ними отправлять и дальше. Девочки там сидят очень приветливые, всегда выслушают, всегда подскажут, расскажут, отправят дальше, если сами некомпетентные в своем вопросе. Ну, я думаю, что я ответила вам на вопрос, как я отправляю свои посылки, с кем я их отправляю. И, пожалуйста, информация, вы можете ею пользоваться. А вам я желаю всем здоровья, всем исполнения желаний, всем счастья, любви и мирного неба над головой. И чем быстрее кончится вся эта заваруха, тем счастливее будут люди на земле. еще хочу сказать, что в данный момент моя дочь не выпускает ролики, потому что у них корона. Они болеют, поэтому пришлось отложить день рождения моего внука. И, скорее всего, что на следующей неделе мы опять не встретимся. Так что бывает такое. Вот я говорю, с этой короной началась другая жизнь. У меня лично началась другая жизнь. Ну, хотя есть и положительная с короной, я начала и открыла свой канал для вас, мои хорошие. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии. Мне становится скучно, мне не на что отвечать. И всем пока-пока. До новых волнующих встреч. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров